Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня еще раз буду говорить о заготовке семян, то есть о приготовлении семян томатов своими руками, в домашних условиях. После того, как я выложила видео о том, как я заготавливаю семена, вот через брожение, вот с таким, с длительным, сначала я делаю выемку, потом вторая часть была, как она сбраживает, промываю все. Начали приходить комментарии, по которым я поняла, что начинающим огородникам, возможно, этот метод немного сложноватый. Многие даже пишут, что у них сразу в банке проросли семена, потому что это действительно, я вот занимаюсь семенами, но я за ними слежу ежедневно и ежечасно. Вот я сегодня набрала, например, вот сегодня, все, на завтра он, уже вот этот вот раствор будет или вот таким, когда половина семян уже опала, видите, у них там идет своя жизнь, половина еще вверху, или он может быть вот таким, где только-только началась отслойка. Видите, семена приподнимаются. Это зависит от степени зрелости, это зависит от температуры помещения, в котором она находится. И когда пишут, скажите, сколько точно надо держать, я уже специальное видео даже снимала, у каждого будет разный результат, кому-то достаточно одной ночи, на следующий день уже нужно будет их промывать и сушить, а у кого-то будут стоять 2-3 дня, у меня иногда стоят и 3, и 4 дня, это в том случае, когда холодно, и когда семена не переспелые, когда у них вот эта вот оболочка вокруг семян, как она называется, плацента, она очень плотная, и она плохо растворяется. Вот это сбраживание ведь делается для того, чтобы вот эта оболочка, она как процесс брожения, гниения начинает, она освобождает семечко, и она вот падает, свободная, чистая. И когда я это делаю, я уже говорила, я смотрю почти каждый час, ну раз в 2 часа точно, я помешиваю, отсортировываю, какие уже поспели, начинаю промывать, некоторые еще остаются. И да, действительно, новичку очень сложно это сделать, тут нужен опыт, и как более интуитивно смотришь, готовы семена или нет. Если немножко упустишь момент, могут и в банке прорасти. Это зависит от того, сильно зрелая помидорка или нет. Но способов разных много, вот одна зрительница вообще написала, мы кладем на блюдце вот эту помидорку, и ждем, когда она сильно-сильно поспеет и потечет. Потом помещаем ее прям целиком в капроновый чулок, и вот так вот ее все разминаем и промываем. Все, вот этот способ. Почему бы нет? Это тоже, да, потому что у них вот, раз они ждут, пока она потечет, значит, она уже внутри там, оно как бы вот это идет процесс, ну, как гниение, не хочу я назвать, но вот это вот все сбраживание уже внутри, она уже прокиснет, помидорка, все это там сбродится, и семена чистенькие. Есть вообще сразу, раздавливают помидорку и в сито, и через сито вот так промывают. Но, если оно у вас будет чуть не до зрелая, не до той степени вызрела, то вот эта вот плацента, которая оболочка вокруг семени, которая предохраняет ее от всяких, от ударов, от всяких неблагоприятных воздействий, оно будет сопротивляться, и они будут склизкие, они вот будут склизкие, их очень долго придется как насильно тереть, обтирать об это, об сеточку. Это тоже нужно учитывать степень зрелости. Но так как для многих вот этот способ очень сложный со всеми своими процедурами, но это он считается как, вот профессионалы все так делают. Если у вас всего одна помидорка, а, да, кстати, про одну помидорку. У меня вот когда много я выбираю, делаю выемку, видите, получается жидкости много, и им есть там где перебродить. Одна зрительница написала, я одну помидорку выпотрашиваю, и она не успевает даже забродить, за сутки высыхает вся эта жидкость, и она получается как ссыхается. Можно ли добавлять воду? Я никогда не добавляю, потому что я всегда делаю в больших объемах, но воду добавляют люди. И вот сегодня для тех, кому не нужно в таких объемах, кому не нужно так долго, я расскажу о самом простом способе, самым простом и самым быстром, когда можно за один день все сделать, и выемку, и промыть, и просушить, и семена будут готовы. Но сразу хочу сказать, что здесь тоже есть нюанс, вот для такого способа нужно выбирать только спелые томаты, вот идеально, которые созрели до конца, которые уже даже вроде как на еду и не хочется есть, они такие мягкие. Для чего делаем? Потому что когда семена, когда томаты полностью созревшие, вот эта вот оболочка вокруг семечки, вот эта плацента, она как бы сама удаляется и растворяется, ее легко будет вымыть. Вот первый этап такой же, как и в том видео я показывала. Выемку делаем точно так же. Мы делаем выемку, в какую-то, не обязательно в банку, но в такую емкость, где можно их вот так же, как тут, чтобы они смогли расслоиться на два, как, на две фракции. Короче, внизу, чтобы были семена, а вверху, чтобы был весь ссор. Все, мы вынули. Еще раз повторю, семена должны быть, ой, помидорка должна быть спелая-спелая, чтобы семена легко отделились вот от этой оболочки, от плаценты, чтобы вы их могли их разделить. Все, вот видите, одна помидорка, очень мало жидкости. Значит, для того, чтобы их как-то разделить, нужно жидкости долить. И тогда мы можем посмотреть, что весь ссор у нас уйдет вверх, чтобы отделить мусор. Кстати, вот вверх, почему вот это расслоение очень важно, сейчас еще раз подниму на свои банки, почему вот это расслоение очень важно, видите, на нижнюю фракцию, в верхнюю, здесь ссор, здесь все пустые, легковесные, невсхожие семена, а все толстые, с зародышами, такие жирные, толстые семена, которые полноценные, они все падают вниз. И вот при этом, когда мы будем быстрым способом делать, нам тоже очень важно, чтобы наши семена разделились. Если вы посмотрите, то вы увидите, какое-то количество семян наверху плавает, хотя не было ни брожения, ни ферментации, какая-то часть благополучно у нас, видите, упала вниз. Ну, короче, семена, они сами добровольно разделились. Когда томат очень, такой спелый, очень созревший, она вот эта оболочка, ее достаточно вот так руками пожать, эти семена, она сама растворяется. Все, теперь верхнюю часть мы сливаем. У нас останутся только нижние семена, вот они, и вот их уже нужно откидывать на сито. Все, я откинула их на сито, промыла их водой. Вот они, полноценные, толстые, схожие семена. Но мне, конечно, непривычно, потому что они немножко все-таки еще как склизенькие. У них вот этот вот остаток вот этой плаценты на них остается. Но если вам для личного использования, ничего страшного, вы сейчас на бумажку откинете, высушите, потом их вот так вот пошебуршите. У меня-то, когда я вот этим способом, вот этим с брожением делаю, они идеально сухие, и вот этой вот оболочки на них вообще нет. Но вот это зато самый быстрый, самый простой способ. Вы сразу же, в течение двух часов можете получить готовые семена. Вы потрошили помидорку, промыли, разделили на две фракции. Вот, кстати, вот этот весь, видите, мусор, и пустые семена легколесные плавают. Отделили мусор, мезга, там всякие шкурочки попадаются, волосинки, вот эти, ну, тканевые, все. Вот, и эти семена у вас будут пригодны. Просушите хорошенько, упакуйте, подпишите. Это самый быстрый, самый простой способ, с которого, возможно, нужно начинать новичкам. А то я сразу вам озадачила вас таким способом, что какое-то брожение, тут ежечасный контроль, что это, вот этот способ-то подходит, конечно, для тех, кто много делает, вот как я, а вот этот подходит для тех, кто только начал свою огородную такую историю. Для начала научитесь делать вот так. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это обзор самого простого, самого быстрого, самого доступного способа заготовки семян томатов своими руками в домашних условиях. Все. Желаю всем научиться сначала простым способом, потом сложным. Все это узнать, все это изучить и быть профессионалом на своем маленьком-маленьком участке. Пусть это даже участок 6, 4 или 3 сотки, но вы должны там знать все от и до. И тогда урожай даже с 3 соток вас озадачит, не будете знать, куда девать. Все. До свидания.